Сейчас мы приступаем непосредственно к изучению уже программы CorelDRAW. Если у вас этой программы дома нету, к примеру, то вот есть официальный сайт, адрес сверху. Здесь вы можете сюда зайти и посмотреть. Вот здесь два варианта. Загрузка пробной версии работает на две недели, либо просто можно купить. Соответственно программу. Загрузка пробной версии нажали, загрузили. Там вам надо будет указать почту для регистрации и потом с почты подтвердить, нажав на ссылку. Так вы можете загрузить пробную версию. Если вы хотите купить, соответственно жмете на кнопку купить. Здесь открывается ряд продавцов, официальных продавцов. Ну, к примеру, вот на верхней ссылке я нажал. Здесь видите соответствующая цена в российских рублях. Я смотрел за 7500. 7500 рублей российских продают. Это в районе где-то 120 долларов. То есть от этой цены и выше можно купить официально Coral лицензию. Если почитать, на чем может работать Coral, вот здесь внизу на официальном сайте можно прочитать, что поддерживает Windows 8.1 и 7. Ну, соответственно Windows 10, конечно, поддерживается. Если у вас нету, либо не установлен Coral Drone X8, а стоит более ранняя версия, например 7, 6 или даже 5, по крайней мере даже в начале будем разбирать базовые инструменты, и они не слишком изменились. Старых версий к новым. Если загрузить Coral, вот я его загрузил с официального сайта, у меня появилось, как видите, 5 ярлыков. Один из них, вот этот Coral Draw, то есть программу, которую мы будем рассматривать. Также загрузилось, видите, Coral Capture, Coral Connect, Coral Font Manager и Coral Photo Paint. Ну, это другие программные продукты Coral, которые входят в комплект с Coral Draw. Соответственно, вы видите, на экране у меня стоит Windows 10. Ну, также можно использовать, как я уже показывал раньше, Windows 7 и 8.1. Соответственно, найдите ярлык Coral Draw, запустите его, и, соответственно, если брать восьмую версию, у меня открывается вот такое окошечко. Здесь идет экран приветствия. Во всех предыдущих версиях тоже был экран приветствия, только он выглядел, может, чуть-чуть по-другому. Но была фраза экран приветствия, и здесь были ряд закладок, которые показывают какие-то выполненные работы и какие-то дополнительные данные по программе. Соответственно, можно его вообще закрыть, и все вот эти функции находятся непосредственно в меню сверху, либо вот здесь на иконках, на экране программы. Соответственно, здесь находятся советы всякие, инструкции, описания, какие новшества появились в этой программе по сравнению с предыдущими версиями. Если до вас кто-то открывал корру, он мог отключить это окно, например, вот если снять галочку, то это окно приветствия уже не будет показываться. Соответственно, советы тоже можно закрыть, и они уже не показываются. Но все это можно открыть, как я говорил, в меню здесь сверху. Соответственно, мы находимся сейчас в меню экрана приветствия начала работы. Рабочее пространство. Здесь можно почитать о рабочем пространстве программы. Новая функция обучения. Здесь небольшая справка по программе. Вдохновение. Это какие-то работы, которые делали разные люди. Здесь можно посмотреть, какие возможности этой программы. Если вернуться к началу работы закладки, здесь предлагается создать новый документ. Также можно создать документ, щелкнув на кнопочке вот здесь. Кнопочка создать, видите, появилась. Ctrl-N, либо создать это одно и то же. Либо файл создать, это тоже одно и то же. Ctrl-N. Создать из шаблона. Соответственно, здесь открываются шаблоны. Готовы каких-то уже сделанных работ, которые вы можете использовать как основу. Ну, здесь довольно-таки много, видите, шаблонов. Но эти шаблоны активны, если у вас платная версия, либо зарегистрированные. Пробные версии, они у нас присутствуют, но они не могут быть открыты. Соответственно, давайте закроем это окно приветствия. То есть, давайте снимем вот эту галочку всегда отображать на экране приветствия. И, соответственно, я здесь нажму на крестик. Вот этот вот. Соответственно, вдруг, если оно вам понадобится, оно находится в меню справка. И вот экран приветствия. Соответственно, нажав сюда, вы получите это окно для своих каких-то нужных или ненужных целей. И вначале, соответственно, нам нужно создать документ. То есть, в Корле, чтобы что-то сделать, открыть фотографию, изменить ее, нужно создать сначала белый лист. Для этого, как я уже сказал, файл создать, либо вот здесь на кнопочке создать. Щелкаем. Открывается окно, в котором предлагается указать более подробно, какой документ мы хотим. Сверху, соответственно, вы можете ввести имя документа. Первый документ давайте назовем 01.